МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Композитор Сергей Прокофьев – автор десяти балетов. Произведение выбрано не случайно. Балет поставлен по мотивам «Уральских сказов Бажова», а в 2019 году исполняется 140 лет со дня его рождения. Известная сказочная история проникновенно передана в танцы. Постановка состоит из восьми картинок, следовавших друг за другом без перерыва. Перед началом спектакля зрителям было рассказано содержание каждой части. Начинается история в заповедном месте у Змеиной горки. Среди россыпи самоцветов и золотых слитков царствует сама хозяйка, хранительница подземных сокровищ и секретов высокого мастерства. Мечта уральского камнереза Данилы – создать малахитовую чашу невиданной красоты, воплотить в камни прелесть живого цветка. Но, несмотря на все усилия, мастер недоволен своей работой. Его невеста Катерина пытается отвлечь любимого от грустных мыслей и от работы и уводит на ярмарку. На ярмарочной площади – народное гуляние, бойкая торговля, веселье, пляски, скоморохи. В народной толпе, как в видении, появляется хозяйка Медной горы. И Данила понимает, что только она знает секрет камня, секрет истинного творчества. Хозяйка манит мастера за собой в мир красоты, и Данила бесстрашно идет за ней. Хозяйка Медной горы приводит мастера в свое царство и рассыпает перед ним неисчерпаемое сокровище. Все кругом переливается и веселит глаз, но Данила просит показать каменный цветок и посвятить его в тайны высокого мастерства. Хозяйка оставляет Данилу в своих чертогах. А в это время Катерина тоскует по своему Даниле и решается идти на его поиски. И вот она уже в лесу, который манит ее все дальше. В голове мысль, не дающая покоя, что ее жених находится у хозяйки Медной горы. В лесу Катерина встречает цыганский табор. Цыгане сочувствуют девушке, но не знают, как пройти во владение хозяйки Медной горы. Они уходят, а их костер догорает, и из него появляются сказочные существа, веселые огневушки-поскакушки. Одна из них играет с Катериной и увлекает ее за собой, соглашаясь показать дорогу в царство хозяйки Медной горы. И вот Катерина в ее владениях. Сердце подсказывает, что Данила где-то рядом. Она зовет его, но на зов выходит хозяйка. Катерина молит ее отпустить Данилу. И тут трогает ее любовь. Она отпускает мастера и открывает ему тайну создания цветка невиданной красоты. Главные роли исполнили хозяйка Медной горы Антонина Кушнерик. Катерина Ксения Петрова. Данила мастер. Антон Никишин. Огневушка-поскакушка. Маша Петрова. В массовых сценах учащаяся Центра хореографического искусства «Сирин». На финальный поклон, подборные аплодисменты зрителей вместе с артистами вышел и художественный руководитель, и хореограф Евгений Логинов. Разрешите, пожалуйста, нам от имени Буевлян, от имени администрации города Буев, отдела культуры молодежи и спорта поблагодарить сегодня Центр хореографического искусства «Сирин», его художественного руководителя и хореографа Евгения Мефодьевича Логинова, и, конечно же, юных артистов за те незакуваемые минуты встречи с искусством, которые вы нам сегодня подарили. Прекрасная музыка, прекрасная постановка и, конечно же, замечательное исполнительское мастерство таких юных, но уже таких настоящих артистов. Спасибо вам огромное. Мы, затаив дыхание, следили за тем, что происходило на сцене, и поверьте, что мы надолго запомним сегодняшнюю встречу с вами, сегодняшний балет, и очень надеемся, что, как было сказано в начале, наша встреча сегодня первая, но далеко не последняя. Пожалуйста, Виннилифович, можно ли? Хочет вам успех и благодарство на весну. Огромного вам успеха, отдача и вам успеха. Большое спасибо вам всем за этот прием, очень рады. Нам приятно было очень у вас. До этого я сегодня встала в конкурсию. Здесь и в Сусайне, проехали по всем этим местам, в Сусанинске, вот потом к вам. Потом плотно пообедали, вкусно. Ну и вот, немножко выступления, немножко порадовались. Спасибо огромное. Спасибо. Порадовавшие Буявлян своим ярким творческим выступлением танцоры – это не полный состав центра. Как говорят гости, все бы на сцене не поместились. Многие сейчас находятся на отдыхе и приступят к занятиям в коллективе уже в новом учебном году. Центр усерен всего три года. За это время талантливым балетмейстерам уже поставлены такие спектакли, как «Жар птица» на музыку Стравинского, картинки с выставки Мусоргского и «Половецкие пляски» на музыку Бородина. Постановки и для взрослых сложные, не говоря о детях. Но юные танцоры отлично справляются с хореографическим рисунком, вживаются в танец, проявляя неподдельные эмоции. Курс взят не на концерты с отдельными, не связанными друг с другом танцевальными номерами, а именно на спектакли. И то, и другое задача сложная, хотя, как показало выступление юных костромичей, выполнимая. В Центре хореографического искусства «Сирин» преподают классический танец, народный характерный танец, актерское мастерство. Это традиционная школа балета, поэтому на сцене воспитанники Центра не только проявляют балетные навыки, но и играют как актеры. Костюмы шьют сами, школа живет на средства родителей, меценатская помощь, как и во все времена, приветствуется. Свою поддержку Центру «Сирин» оказывает депутат Государственной Думы Алексей Ситников. А поездку в Буй помогла организовать Наталья Шалина – коренная боевлянка. В рамках поездки в Буй для ребят была организована экскурсия по сусанинским местам. А в самом Буе гостей, как всегда, встретили очень радушно. И что вам дает это? Нам это очень нравится. Дает красоту, дает ровную осанку, фигуру красивую, артистизм. Мы были в Москве, были в Буе, в Костроме много в Островском выступали. А в Буе первый раз? Да. А в Буе первый раз? Нам очень понравилось. Зал красивый, приняли нас очень хорошо. Сразу аплодисменты, как только открылся занавес. Хорошо, еще приедете? Да. Приняли нас очень хорошо. Здесь довольно успешно сделанный дом культуры. Все необходимое есть. Поэтому вполне можно выступать и приезжать еще. Я думаю, что это действительно будет не последняя у них поездка сюда. Как только новые постановки появятся, так сразу дорожка протаренная уже. Александра, она сама уроженка Буя. У нее здесь очень много друзей и знакомых. И поэтому она решила нам сделать такое, организовать все это дело. Поэтому вот так. Мы очень довольны, очень рады. Мы очень ей благодарны. Действительно. Получилось, я считаю, что все нормально. Три года – возраст для школы небольшой. Здесь можно заниматься с пяти лет и до совершеннолетия. Скоро, по словам руководителя Евгения Логинова, Сирин вырастет своих солистов на исполнение главных танцевальных партий. 15-14 лет. Но вот те, кто солисты, ребята, это приглашенные люди. Они у нас не учатся в школе. Они занимаются в других коллективах в Костроме. Кто-то уже учится в Ярославле. Вот девочка-солистка, которая Катерина танцевала. То есть они уже вступают во взрослую жизнь. Но они нам помогают. Мы, конечно, этому очень рады, потому что ребята хорошие. Дальше, может быть, что-то будет другое. Может быть, концертные программы пойдут. Может быть, что-то сделаем более взрослые. Потому что они еще все-таки маловаты все. Основная часть их маловата. Там есть несколько человек, там 15-14 лет, несколько девочек в старшей группе. Но несмотря на то, что они уже вроде некоторые высокие, а им все равно только 10-11. Поездки любые нужны. Почему? Ну, во-первых, это сплочение коллектива. Они и так-то у нас все друг друга знают, все друг друга любят. Всегда обнимаются, всегда с восторгом на все репетиции ходят. Их невозможно угомонить. Они там начинают визжать, кричать и так далее. Бегать друг с другом. Потому что как обыденные дни у нас идут, как на неделе. Ну, просто приходят они по классам, по своим группам, по классам занимаются. А тут вдруг вместе собираются в субботу. У нас субботние дни репетиционные. И, конечно, они очень рады. Это, во-первых, вот эта вещь. Теперь разные сцены. К ним тоже надо привыкать. Где-то больше, где-то уже, где-то шире. Да, вот это тоже обязательно. Это тоже практика. Разное световое оснащение, оформление и все-все. Выступление в Буе было первым, но, по мнению всех, кто на нем присутствовал, не последним. Буй будет рад новой встрече с центром «Сирин». После концерта какие впечатления? Очень чудесный спектакль и очень хорошая хореографическая подготовка. У меня внучка тоже занимается хореографией. Высокую оценку даешь, да? Да, все очень интересное. Очень интересный и очень высокая подготовка. В общем, очень хороший спектакль. С огромной радостью, да. Удачно такой спектакль, да, посмотрели. Очень молодцы, Костромичи. Спасибо. Очень хорошее настроение, полны впечатлений, новых впечатлений, потому что первый раз на балете и очень-очень понравилось. Именно такое мероприятие я впервые. Вот, мне очень понравилось. Хотелось бы, чтобы еще были такие мероприятия. Вот, такой балет приезжал. Очень интересно, здорово, красиво. Мы сегодня посмотрели замечательную танцевальную композицию по сказкам Бажова «Каменный цветок». Огромное спасибо юным артистам, отдельное спасибо солистам, девочкам из массовки. Впечатлило все. Впечатлили костюмы, впечатлила хореография. Сидели от начала до конца, мурашки по коже. Огромное спасибо. Ждем еще вас к нам в гости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова